Всем здарова, друзья! С вами Мамонт. В этом видео будут важные срочные новости о Standoff 2. Некоторые изменения произошли в Standoff 2, мне о них нужно вам рассказать. Довольно-таки важный ролик, поэтому советую посмотреть от начала до конца. Субтитры сделал DimaTorzok И это просто замечательно. Это самое лучшее, что вы можете сейчас для меня сделать. Кто сможет помочь с этим, искренне благодарю вас, реально спасибо, потому что сейчас реально трудное время и большие проблемы. Кстати, разработчики в последнее время начали развивать киберспорт. Прямо активно я постоянно вижу новости какие-то про киберспорт. Standoff, News, CO2, короче, они опубликовали какой-то слитый момент будущего турнира. Какую-то картинку. Возможно, для кого-то это важно, поэтому вот вам киберспортивные новости. Пожалуйста. Веля решил написать разработчику и посмотрим, что ему ответили. Просит он информацию насчет сайта. Какой будет функционал и что там по цене на голду. Разработчик отвечает, что этот сайт будет сделан именно для покупки голды. А уже позже будут добавлять какие-то плюшки. И голда будет стоить столько же, как и стоило. Насколько сильно это может отразиться на экономике Standoff 2? Уже отражается. Уже цены все упали. Что делают люди? Прямо сейчас все игроки продают голду другим игрокам по дешевке. Все продают по заказу. Сливают все скины. Избавляются от стендоффа и уходят. Я считаю, что это большая ошибка этих людей. Но для нас, обычных игроков, которые не собираются ливать из стендоффа, это очень хорошо. Для разработчиков это плохо. Для игроков, которые играют в стендофф 2, это круто. Для ютуберов это плохо. Для тех людей, которые уходят, для них, не знаю, хорошо или плохо. Но я на их месте не поступал бы так. Почему-то все очень быстро начинают паниковать, убегать, бояться. Разработчики Axle Bolt не будут сдаваться просто так. Они найдут все способы обхода этих всех блокировок и трудностей. Вот у меня к вам вопрос и к тем людям, которые ушли с ютуба. Почему вы такие скуны? Поджали хвостики и сразу исчезли. Даже если заблокируют ютуб, даже если в России запретят мой канал, не знаю, какой-то бред произойдет. Я все равно буду выпускать ролики, потому что я буду знать, что у меня есть мои подписчики. Которые все равно останутся и будут смотреть мои ролики. Через телеграм, через VPN. Они найдут способ, потому что им интересно. А стендофф я буду снимать, потому что мне тоже интересно. Зарабатывать я смогу на других проектах, которые я уже открыл. И у меня еще и старые проекты, и разные моменты. Ну то есть не проблема. Окей, не будет денег с этого канала. Я с этим смирюсь, но я все же останусь в стендоффе. Не вижу смысла убегать, как это делают 90% людей на данный момент. Вот просто я захожу на старые знакомые каналы и почти все свалили. Остались только те, у которых очень много подписчиков. Либо у кого много просмотров. Ну, все. Маленькие каналы, там 100 тысяч, 50 тысяч. Они что-то, блин, растворились быстро. В аренды поздавали, попродавали каналы и все, пропали. Им вы не нужны. Цены на голду в России. И разработчики заявляют о том, что эта цена останется такой же. 1999 рублей. То есть скоро разработчики откроют сайт, через который можно будет покупать голду в стендофф 2 за такую же цену, как и в игре на данный момент. 1990 рублей за 3000 голды. Но у меня произошел интересный момент. Казус. Или я не знаю, как это назвать, но это очень странно. Посмотрим на стоимость голды в гривнах. 929 гривен. То есть по курсу там 80 рублей или сколько, или 70, получалось 1999 рублей. Но сейчас курс гигантским образом отличается от того, что был. Посмотрите на эти 929 гривен. Это 400 250 рублей. Эй, ребята, нифига себе. Это что? Как? То есть это капец. Получается, все, кто находится в России, будут покупать голду дешевле. Намного дешевле, чем люди из других стран. И получается, что людям из других стран не будет выгодно донатить в стендофф. Им будет выгоднее заходить через этот сайт, регистрировать себе там, закидывать рубли каким-то образом и донатить именно по курсу, который предложили разработчики. По старому 1999 рублей. Ну или же все будут покупать голду у каких-то людей, которые просто скупать будут эту голду через другие страны или через Россию. Вообще непонятно. Все запутано. Что происходит? Все очень тяжело. И это полный капсдец. Хочу прокомментировать этот момент. Очень интересный момент. Точнее, комментарий у меня в творческой студии. Несешь фигню, не дадут скин. Это под роликом, в котором я говорил, что в конце сезона дают подарки разработчики за матчмейкинг, за союзники и за ММ. Ой, за КВ, за клановые войны. У меня вопрос, почему ты сомневаешься? Почему ты уверен, что я несу бред? Лол. Типа, чего? Если я говорю это на многотысячную аудиторию, я не знаю, как назвать это, то есть огромному количеству людей. Если бы я обманывал, как думаешь, у меня бы было столько подписчиков? Меня бы смотрели столько людей, если бы каждый ролик был бы обман. Я бы обманывал, говорил, вот этот скин вы получите прямо завтра, этот скин вы получите вчера. То есть, ну, это же тупо. Я говорю, как есть правду. В каждом ролике я говорю правду. Если я сказал, что нам будут давать награды в конце сезона за пройденную калибровку, значит, нам будут давать награды за звание в конце сезона. Поэтому несешь фигню именно ты, комментатор. Давайте проверим донатную платежную систему стендов 2. Давайте попробуем задонатить. Прямо сейчас я задоначу стендов. Я живу не в России, поэтому для меня это будет, конечно, дороговато, по сути. Нормально так прилетели скинчики. Так вот, давайте попробуем задонатить хотя бы на 100 голдишки. Так, почему не могу нажать на голду? Чего? О, нажало, все. 54 гривны. Блин, это доллар с чем-то. Это очень много, на самом деле. Окей, давайте купим 100 голды. Обработка, обработочка. Есть, платеж выполнен, работает. Я живу не в России, но платеж сработал. Все хорошо, все отлично именно для жителей вне России. То есть, если вы живете в Украине, в Венгрии, Польше, Чехии или в Казахстане, в Белоруссии, вы сможете донатить спокойно в стендов-2. Надеюсь, в Белоруссии вы можете там, что-то тоже какие-то странные моменты произошли. Но, возможно, все хорошо. Давайте купим за эти 100 голды, естественно, кейсик, чтобы профукать их. То есть, 54 гривны, доллар с чем-то на ветер, да. Эх, эх, окупился. Ну, еще два кейсика. Должен купить, должен. Фейбл, фейбл. Все, два кейсика. Сейчас должно окупиться, чтобы у меня было спокойно на душе, потому что я потратился на ролик, да, чтобы вы все увидели. Поэтому я открываю этот кейс, и с него сейчас дропается хотя бы некромайн, циркалаш, статрековский... А теперь информация для русскоязычных жителей России, короче, для русских. Для вас я сниму ролик, когда выйдет сайт, обязательно, как только выйдет сайт для доната в стендов-2, я сделаю на него обзорчик, посмотрим, что куда, как донатить и так далее. А я вам советую посмотреть вот это видео, которое вылезло на экране. Многие скажут, а зачем его смотреть? Че тут такое, а? Че, а? Фарм серебра, быстро посмотрел.